25 декабря в Доме правительства Московской области состоялось итоговое заседание Высшего совета при губернаторе. В мероприятии приняли участие представители Федерального собрания, депутаты Мособлдумы, представители областной общественной палаты, члены правительства региона и главы муниципальных образований. На совещании обсуждались вопросы создания рабочих мест, градостроительная политика, проблемы рекламной отрасли. Андрей Воробьев обозначил приоритеты на ближайшую перспективу, в срок выполнить задачи, сформулированные в указах президента. Подробности в начале нашего выпуска. Подмосковье должно войти в десятку лидеров по выполнению указов президента, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Высшего совета, состоявшегося в Красногорске 25 декабря. Чтобы этого добиться, необходим целый комплекс мер и начинать надо с решения самых острых проблем. Мы сегодня должны закрыть тему того, что людей просто раздражает. Это непростая непростая задача и ЖКХ, и скверы, и дороги, и парки. Но без этого мы не сможем двигаться дальше. Что касается прорывных идей, то они есть. Стратегическая задача сделать так, чтобы на территории региона размещались штаб-квартиры всех ведущих компаний мира, работающих или планирующих работать в России. На заседании обсуждались и особенности градостроительной политики. В частности, благоустройство городов и новый архитектурный облик Подмосковья, который необходимо совершенствовать, сносить старые здания, обустраивать пешеходные зоны, парки и скверы, создавать современную социальную и транспортную инфраструктуру. Губернатор отметил, что в этом вопросе нужно ориентироваться на столицу. Региону необходимо и единое рекламное пространство. По мнению руководителя Подмосковья, полностью отказаться от наружной рекламы невозможно. Но необходимо сделать этот рынок цивилизованным, обеспечить поступление всех доходов этой отрасли в бюджет. На заседании шла речь и об оптимизации органов местного самоуправления. В следующем году количество муниципалитетов в Подмосковье сократится примерно на треть. Зачем две администрации по 300 человек с машинами, с секретарями? Это избыточная нагрузка на муниципалитет. Поэтому достаточно одной администрации, профессиональной. Сегодня интернет, автоматизация, 21 век. И не нужно совершенно нести издержки за содержание избыточных чиновников. Следующая тема, о которой говорил губернатор Московской области, касалась деятельности муниципальных общественных палат. В этом году была создана полноценная сеть этих учреждений. И сейчас идет совершенствование механизмов их формирования. В создании районных палат должны полноценно участвовать сами жители. В них не будет государственных служащих, чиновников, а также тех, кто состоит в каких-либо политических партиях. На сегодняшний день в регионе функционирует более 70 палат. Но, по мнению властей, их работу жители не замечают. По решению высшего совета с 15 января начнется реформа общественных палат. Их кадровая перезагрузка. Мы с самого начала сказали, что принципиально изменятся механизмы формирования. Они будут максимально открыты. Не только от общественных организаций, но и от групп граждан. От тех, кто не дает спокойно жить нам, чиновникам. Тех, кто защищает свои леса, подъезды и так далее. Завершая заседание высшего совета, губернатор Московской области Андрей Воробьев еще раз обратил внимание собравшихся на важность проблем, вынесенных на обсуждение. И выразил уверенность в том, что все задачи, сформулированные в указах президента, будут решены качественно и в срок.